Политолог прокомментировал публикацию в «Таймс» списка журналистов. Спатнеп. Радио «Спутник» Политолог прокомментировал публикацию в «Таймс» списка журналистов «Спутник» 14 часов 36 минут, знак авторского права РИА Новости, Владимир Трифилов, павильон Международного информационного агентства и радио «Спутник» на площадке ИВ Восточного экономического форума во Владивостоке. Знак авторского права РИА Новости, Владимир Трифилов, Британская газета. The Times опубликовала список журналистов «Спутник» по примеру «Миротворца». В эфире радио «Спутник» политолог Сергей Журавский рассказал, чем, по его мнению, продиктован новый приступ антироссийской истерии на Западе. 11 часов 40 минут эксперт объяснил, зачем Лондон стимулирует страх британцев перед Россией. Тереза Мэй похвалила военных за защиту Британии от России. Политолог Георг Мерзоян в эфире радио «Спутник» прокомментировал слова британского премьер-министра, отметив, что поведение Великобритании не свойственно демократическому государству. Британская газета The Times опубликовала список журналистов Эдинбургского бюро «Спутник», а также призыв члена парламента Шотландии от либерально-демократической партии Алекса Коул Хэмилтона конфисковать имущество российских журналистов. Депутат, отвечающий в партии за вопросы здравоохранения, обвинил Эдинбургское отделение «Спутник» в информационной войне против Соединенного Королевства. Другие страны заняли более жесткую позицию в отношении активов российских граждан, чем мы в Великобритании. «Правительство Великобритании должно еще раз посмотреть, что можно сделать», — заявил Коул Хэмилтон. Статья сопровождается фотографиями восьми сотрудников «Спутник», с указанием их должностей. Практику публикации списков журналистов, якобы представляющих угрозу для государства, запустил украинский сайт «Миротворец», который выкладывает в сеть личные данные сотрудников украинских, российских и западных СМИ, включая их адреса. Действия «Миротворца» осуждают как в Москве, так и за рубежом. В начале декабря по итогам заседания СМИД ОБСЕ в Милане был принят документ по вопросу о безопасности журналистов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что в данном решении отображена озабоченность в связи с произвольным или незаконным вмешательством в частную жизнь журналистов, которая может привести к угрозе их безопасности. В эфире радио, спутник-политолог, председатель общероссийского общественного движения реформы «Новый курс», кандидат политических наук Сергей Журавский прокомментировал действия редакции «Таймс». Представители зарубежной прессы достаточно своеобразно относятся к закону, особенно в отношении российской стороны. Они трактуют закон так, как выгодно им, потому что им кажется, что закон — это они. Внесение в различные списки журналистов — это, с их точки зрения, прерогатива сильного. Взывать к справедливости бессмысленно, сказал Сергей Журавский. 23 ноября, 8 часов 56 минут, лицемерная позиция. Эксперт об отказе Киева закрыть сайт «Миротворец» посол Украины в Германии ответил на требование МИД ФРГ закрыть скандальный портал «Миротворец». Позиция Киева по этому вопросу вызывает удивление, отметил в эфире радио спутник эксперт Владимир Оленченко.